18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Это и ворота, и арки, малые архитектурные формы. Арки на проходах к морю, новый бренд-бук и ограждение строительных объектов. Анапу ждет новый облик. Выплаты производятся, это важно понимать, за счет средств материнского капитала. Поддержка малообеспеченным семьям обеспечена. Пенсионный фонд принимает заявления на выплаты из средств материнского капитала. Необходимо определить прозрачность, цвет, аромат, вкус и типичность представленных им образцов. WorldSkills или как попробовать на вкус работы молодых профессионалов. Будущее анапского виноделия и подготовка кадров в этой отрасли. В ночь с пятницы на субботу Анапу ждет усиление ветра и худшение метеоусловий, возможно сильные осадки. Глава курорта провел внеочередное заседание КЧС. Все городские службы, отвечающие за жизнеобеспечение Анапы, переведены на повышенный режим работы. Юрий Поляков потребовал, чтобы на каждом стратегическом предприятии круглосуточно дежурили бригады, была готова техника и аварийный запас материалов. Мы постоянно отслеживаем прогноз, как я уже говорил на заседании КЧС, актуализируем его каждые 4 часа и вся эта информация незамедлительно у нас размещается. Чтобы все знали, это интернет на официальном сайте, по двум каналам телевидения, это РЕН-ТВ, СТС и прослушивайте радио ФЭП. Информация идет каждые полчаса со всеми изменениями. На что хотел бы обратить внимание в этой связи? В первую очередь, это ухудшение погоды по усилению ветра с понижением температуры до минусовых отметок. И во второй половине дня воскресенья, понедельник, вторник, это выпадение осадков в виде снега. Поэтому обращаюсь к жителям города, курорта Анапы, это предельное внимание за детьми и за предприятием. Голова дал команду подготовить информацию и собрать оперативные службы, для того, чтобы поставить задачу на вот эти выходные. На заседании КЧС был сделан акцент на резервы, которые имеются. Было высказано неудовлетворение в адрес юго-западных сетей, в том, чтобы усиленные бригады находились на дежурстве не дома, на квартирах, с часовой или полуторачасовой готовности, а ходились непосредственно на своих рабочих местах с целью сокращения оперативного времени реагирования. По всем остальным службам у главы вопросов и претензий не возникло. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко с рабочим визитом побывал в Анапе. Вместе с главой курорта Юрием Поляковым он проинспектировал ход строительства тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Подробности в нашем материале. Строительство двух спортивных баз в селе Витязево и станице Анапское вышло на финишную прямую. Работа здесь не прекращается ни в праздники, ни в выходные дни. Завтра первая бригада 5 человек и в понедельник еще 6 человек выходят полностью на монтаж из личных перегородок. Особое внимание вице-губернатор края обращает на качество футбольного поля. Это одно из основных требований при подготовке тренировочных баз к Чемпионату мира. И, пожалуй, самое сложное в исполнении. И здесь замечаний нет. Главное, чтобы поле было нормативным, чтобы оно удовлетворяло тем высоким требованиям, которые предъявляет ФИФА. Короткая планерка на каждом объекте. Общая оценка хода работ удовлетворительная. Теперь главное не снижать темп. Строители идут, скажем так, в графике. В графике. И мы надеемся на то, что строительство будет озакончено в срок. Сегодня здесь подготовлены площадки под все инфраструктурные объекты. Подведены инженерные коммуникации. Срок сдачи спортивных объектов – весна этого года. После Чемпионата мира эти стадионы перейдут на баланс муниципалитета и станут тренировочными базами уже для анапских спортсменов. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В сферу благоустройства Анапы ждут сразу несколько изменений. По поручению главы города Юрия Полякова разработаны и утверждены эскизы дизайна арок на проходах к морю по Пионерскому проспекту. Элементов системы, ориентирующей информации и обязательных баннеров для строительных площадок. Реализация этих проектов подчеркнет индивидуальность и привлекательность курорта. Начало проекту уже положено. Еще в декабре первая арка была возведена и торжественно сдана в эксплуатацию. Перед началом строительства были разработаны десятки вариантов эскизов, в которых учитывалась не только красота и эстетика сооружения, но также его надежность и долговечность. Всего на Пионерском проспекте будет возведено еще 14 подобных строений. Эскизных поисков было очень много. Было изучено очень много аналогов, других примеров, других городов. Это и ворота, и арки, малые архитектурные формы. Многие агентства и проектировщики принимали в этом участие. Были предложения и с металлоконструкциями. Выбор остановился на более практичных материалах, которые более долговечны и не требуют ухода. Поэтому это и был выбран камень, облицовка из камня. Еще одно изменение – это дополнение системы уличных указателей информационными табличками в местах отдыха жителей и гостей Анапы. Их внешний вид тоже ждут изменения. А новый бренд-бук города презентуют в феврале на международной туристской выставке-ярмарке «Анапа. Самое яркое солнце России». Мы решили учесть более исторические наши корни и разработать таблички в спокойном, лаконичном, немного даже в ретро-стиле. Но при этом интегрировав современный внешний вид логотипа и согласованные таблички получились вот такого плана. Коснуться изменения и строительной сферы курорта. Теперь ограждения всех строительных объектов должны быть оформлены в едином стиле. Для этого разработаны специальные баннеры. Но самые интересные новшества в архитектурном облике курорта еще впереди. 15 января специальная комиссия приступит к рассмотрению проектов въездных стел. Руслан Душевский, Анапа-регион. Сегодня глава Анапы поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Сотрудники надзорного ведомства, отметил Юрий Поляков, всегда стоят на страже интересов каждого жителя города-курорта. Взаимодействую с администрацией муниципального образования в деле обеспечения законности и правопорядка на территории. За добросовестную службу и высокий профессионализм были вручены почетные грамоты главы муниципального образования город-курорт Анапа лучшим работникам межрайонной прокуратуры. Сегодня вы надзираете за законом, сегодня вы поправляете всех тех, кто пытается нарушить закон. И это отрадно, потому что нам жизнь надо делать лучше и делать это для народа. Поздравляю вас всех с праздником, удачи вам, наилучших пожеланий. Юрий Поляков передал особые слова благодарности ветеранам прокуратуры, всем, кто научил молодое поколение верности профессии. Председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов поблагодарил за плодотворное сотрудничество с администрацией, депутатским корпусом и помощь в решении всех важных для жизни Анапы задач. С ответным словом выступил и Анапский межрайонный прокурор. У нас с вами задача одна – благополучие людей, выплаченная вовремя зарплата, цветущий, красивый, благополучный город. И поэтому и наша работа, и ваша работа фактически – это работа коллег, единомышленников. Я очень рад сегодня отметить то, что вы думаете точно так же. Наша задача – работать на упреждение, чтобы люди не испытывали неудобств, люди не испытывали препятствий, люди могли реализовать свое законное право во всех сферах общественной жизни. В Анапе продолжает свою работу третий региональный чемпионат Краснодарского края «Молодые профессионалы» WorldSkills. Сегодня на базе Анапского сельскохозяйственного техникума вновь встретились конкурсанты в компетенции виноделия. Органолептическая оценка качества вина – это не просто дегустация. В этом непростом процессе разбирался наш корреспондент Руслан Душевский. Компетенция технологии обродильных производств и виноделия – это не только химические и физические процессы. Винодел – это специалист, который не только понимает толк в самом напитке, но и точно знает, от чего зависит тот или иной вкус. Но самое сложное для участников – не только почувствовать, но и описать те ощущения, которые они испытывают при дегустации. Они дегустируют представленные им три образца – один белый, два красных, дегустация закрыта. Им необходимо определить прозрачность, цвет, аромат, вкус и типичность представленных им образцов. Но основные сложности – это, конечно, понимание то, что они чувствуют при определении, и это все формулировать во фразы, которые они должны изложить в дегустационный лист. Сегодня на площадке соревнуется пять участников. Наблюдать за ходом чемпионата могут все желающие. Для этого организованы специальные школьные экскурсии. Елизавета Максакова приехала на чемпионат из Симферополя. В чемпионате принимают участие впервые. В Крыму развивается эта область, конечно, это и сподвигло меня выбрать эту профессию. Также вижу себя, наверное, главным лаборантом, потому что химия и анализы мне по душе, поэтому хочется учиться. Сейчас я заканчиваю колледж, планирую поступать в университет на высшее образование, но уже, наверное, по специальности химия. Чтобы и трудоустройство планирую в Крыму, потому что в Крыму сейчас действительно открываются заводы и развивается это все. Мне было бы интересно себя попробовать в этом. Анапский сельскохозяйственный техникум – это единственное учреждение среднего профессионального образования в Краснодарском крае, которое имеет специализацию виноделия. Поэтому эта профессия пользуется особой популярностью. Но для обучения нужно достичь 18 лет. У Анны Лешко эта мечта сбылась. Сегодня она в числе участников чемпионата. Я многое об этом читала, так как у нас развивается очень хорошо виноделие. Мне нравится именно в лаборатории анализы. Фантазия – это чувство аромати, потому что очень тонкий сам вкус. Он разнообразный и есть очень много, оно расширено, что можно ощутить, что зависит от фантазии, что ты чувствуешь. Какие раньше запахи слышал и сравнивать, похожи ли они между собой. После завершения испытания дегустационные листы сдаются экспертной комиссии, которые проведут оценку действий конкурсантов. Впереди у участников еще один день проверки профессионализма. Завтра студенты проведут весь день в лаборатории, где покажут свои знания в области химии, физики и математики. Руслан Душевский, Анапа. Регион. С 9 января 2018 года малообеспеченные анапские семьи могут обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением на получение ежемесячных выплат и средств материнского капитала в размере 9845 рублей. О том, на каких условиях жители города смогут получить денежные средства – в нашем интервью. Хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, что выплата положена за рождение, либо в случае усыновления именно второго ребенка. При этом речь идет о детях, рожденных в период с 1 января по текущий момент. Выплаты производятся, это важно понимать, за счет средств материнского капитала. То есть та сумма, которая есть, она будет пропорционально уменьшаться ежемесячно. Ежемесячные выплаты производятся в течение полутора лет. И здесь важно отметить, что если мама обратилась к нам с заявлением в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка, то выплата будет произведена с даты рождения ребенка. Если же она обратится позже, то выплата будет назначена с даты ее обращения. Выплаты производятся только гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации. И при этом заявление подается по прописке мамы. В новогодние праздники в Анапском роддоме появились на свет более 50 малышей. Начиная с 30 декабря врачи и медсестры приняли 25 мальчиков и 27 девочек. Некоторые у мамы еще находятся в послеродовом отделении вместе со своими малышами. По словам заведующего кушерским отделением, статистика положительная и Анапа не отстает от других городов Краснодарского края. Дима родился в Сочельник в ночь с 6 на 7 января. Дома его уже ждут старшие брат и сестра. Для Юлии третий ребенок был долгожданным. Признается, что переживала, когда попала в роддом в праздничные дни. Однако, по словам роженицы, все прошло как нельзя лучше. Здесь всегда принимают всех троих. Здесь рожала, в этом роддоме всегда идеальное отношение и к мамам, и к деткам. Все прекрасно, персонал шикарный. В родовом кабинете все всегда подготовлено к появлению ребенка на свет. Пеленки, инструменты и оборудование. Сейчас новорожденные находятся со своими мамами в отдельных палатах. Для ослабленных малышей предусмотрен специальный бокс, где они получают необходимую медицинскую помощь. Дежурство проходило и в новогодние праздники. За это время на свет появилось 52 малыша. По Российской Федерации, в том числе по Краснодарскому краю, по отдельным районам, за прошлый год отмечено снижение рождаемости. По нашему Анапскому району, то есть все показатели примерно соответствуют 2016 году. То есть 2016 и 2017 год примерно одинаковое количество рожденных детей. Всего в прошлом году в Анапском роддоме появились на свет более 2000 детей. По статистике, чаще рождаются девочки. Самыми популярными именами для маленьких красавиц зарегистрированными в ЗАГСе стали Софии, Мария, Анна и Варвара. А мальчиков чаще называли Артемами, Михаилами, Александрами и Дмитриями. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В преддверии праздника, который традиционно отмечают многие россияне, всем известного Старого Нового Года, мы решили вспомнить, как радостно и тепло юные анапчане проводили зимние каникулы. Новый год во дворе. Отмечать праздник вместе с соседями в Анапе стало уже доброй традицией. В микрорайоне Алексеевский мероприятие организовали органы территориального общественного самоуправления при содействии Дома культуры и местных депутатов. Это мероприятие у нас проводится уже, наверное, пять лет. Мы каждый год проводим елки здесь. У нас очень весело всегда проходит, детей очень много. Все ждут этот праздник, уже спрашивают, когда будет елка. Желающих принять участие в мероприятии оказалось так много, что в один хоровод все не уместились. Пришлось Деду Морозу организовывать сразу два. Веселые игры, танцы, викторины и новогодние конкурсы не смогли устоять даже взрослые. Заряд новогоднего настроения получили все. Ну а какой же Новый год без подарков? Каждому ребенку из волшебного мешка Деда Мороза достался сладкий сюрприз. Дедкам очень понравилось. Впечатления богатые очень. Все плясали, танцевали. Даже моя маленькая дочечка танцевала и плясала. Детям очень нравится, жителям. Очень многие пришли довольны. Погода нас радует. В Новом году хотелось бы пожелать всем жителям нашего микрорайона счастья, любви, благополучия, чтобы дети не болели и также радовали нас в Новом году. В завершении все желающие смогли сфотографироваться с главными героями праздника, чтобы оставить в памяти одно из самых ярких событий уходящего 2017 года. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты. 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 Рассрочка оплаты.